Девушки отдыхают Новые технологии могут выследить их до того, как они нанесут удар Сложные сети слежения — совершенные методики распознавания лиц Посмотрим, есть ли он у нас в базе данных Даже следящее устройство, имплантированное в тело Технологии, которые могут сделать невидимое видимым И электронные следы, которые обнаруживают, кто мы и где были Пройдите сквозь тайные двери и войдите в невидимый и захватывающий мир слежки Наука скрытого наблюдения Лондон, 7 июля 2005 года Утренний час пик в городе с самой основательной системой наблюдения Полмиллиона камер несут стражу в британской столице Механические глаза подвешены на каждом углу На протяжении всего дня среднестатистического лондонца записывает свыше 300 камер Их кольцо окружает центр города За секунды каждый номер машины попадает в компьютер Который находит информацию о передвижениях каждого автомобиля Кажется, что эта защита совершенна Утро среды Три миллиона пассажиров заполняют такси, автобусы и электрички Лондона Операторы систем теленаблюдения внимательно следят за любым подозрительным поведением Но они не знают, что четверо мужчин уже готовы совершить Один из самых страшных террористических актов в истории Великобритании Они припарковывают машину за городом, чтобы избежать камер, следящих за движением транспорта И на электричке добираются до центра Мужчины попадают в поле зрения видеонаблюдения Но для властей они выглядят, как обычные пассажиры Никто не знает, кто они такие До тех пор, пока не становится слишком поздно С полными взрывчатки-сумками на плечах Они входят в три электрички и автобус В 8.50 утра Серия суицидальных взрывов прокатывается по трем электричкам с разницей в одну минуту друг от друга С полными взрывчатки-сумками на плечах Менее чем через час Взрывается верхний этаж автобуса Гибнет 42 человека 700 серьезно ранены Скотланд-Ярд начинает крупнейшее расследование в истории На это потребуется много месяцев напряженного кровопролитного расследования Они тратят бесчетные часы над записями с камер теленаблюдения Разыскивая кадры, на которых хоть мимолетно запечатлены их подозреваемые Так как же самая продуманная система слежения какого бы то ни было города в мире Оказалась совершенно не способной остановить атаку Ответ скрыт в неприметном складе в Центральном Лондоне В Вестминстерском командном центре Это лишь один маленький кусочек огромной системы видеослежения Которая тянется по всему городу На данный момент по всей Великобритании действует приблизительно 4 миллиона камер слежения Если вы в Лондоне, глава Вестминстерского центра Роберт МакАлистер Может проследить практически за каждым вашим шагом Когда вы утром выходите из дома и садитесь в любой вид транспорта Вас, скорее всего, записывает камера теленаблюдения Если вы идете по улице пешком, если вы входите в магазин, где бы то ни было в Лондоне Вас, скорее всего, в какой-то момент поймает камера теленаблюдения Мне не особенно интересно смотреть, как кто-то утром пьет кофе у себя на кухне Но если похищен ваш ребенок, или вы стали жертвой преступления Или кто-то ограбил ваш дом Вы, скорее всего, любите систему телевизионного наблюдения Если же вы преступник, тогда все наоборот Теленаблюдение уже доказало свою ценность как способ борьбы с преступлениями Вот те четверо, которых мы ищем Август 2004-го Группа мужчин прикрепляет электронные устройства к банкомату Они крадут номера карты, пин-коды А затем снимают деньги с чужих счетов Группа Макалистера обращается к камерам теленаблюдения, чтобы арестовать их Они следуют за подозреваемыми от камеры к камере И дают полиции четкие указания, чтобы преступники не смогли уйти Когда машина отъезжала, мы получили хороший снимок ее номера К этому моменту полиция уже перекрыла эту полосу дороги Здесь у нас успешное вмешательство, которое, возможно, закончится арестом Именно это большинство из нас считает силой тотального слежения Всевидящий глаз большого брата И все же этого недостаточно для того, чтобы поймать человека, который намерен что-то разрушить У слежения через систему теленаблюдения есть два основных ограничения Нужно знать, кого искать И просматривать необходимо каждый монитор каждую минуту Мы искали четверых человек и крохотные зацепки среди тысяч часов записей Камеры засняли совершивших взрывы за 9 дней до теракта Мы засняли этих парней вместе на станции Лутон Потом они собирались на станции Кингс Кросс все вместе И все разошлись в разные стороны Это подтверждает, что они на самом деле были членами одной группы Что является ключом к расследованию Задача для будущей системы слежения найти людей до того, как они совершат преступление Задание, с которым не может справиться ни одна простая камера Более совершенная система уже установлена, но не для поимки террористов Она служит для того, чтобы схватить за руку карточных шулеров Каждый год более 35 миллионов людей слетаются в этот оазис в пустыне Многие знают, что казино Лас-Вегаса пользуются камерами слежения Но немногие понимают, до какой степени за ними наблюдают Азартные игры здесь — серьезное дело Игроки каждый год тратят тут более 6 миллиардов долларов И жулики могут заполучить миллионы Поэтому казино пользуются одними из самых высокотехнологических систем слежения в мире Чтобы просматривать действия своих клиентов Практически каждая карточная партия, каждое движение рычага, каждый бросок костей записывается невидимым глазом Когда посетитель входит в гигантское казино «Аладдин», чтобы сыграть Он попадает в тайноуправляемый мир А все это контролирует человек, который остается в тени Мы смотрим, но нас не видят Так сказать, тайный глаз в небе Билл Пейдж — глава группы слежения И он делает все возможное, чтобы его люди оставались невидимыми Скрытыми за внешним блеском и шиком Обычный человек, заходящий в казино, вверх не смотрит Люди, наверное, очень бы удивились и сказали «Ух ты, смотрите, какие черные точки на потолке! Интересно, для чего они нужны?» На самом деле это окуляры камер, разбросанные по всей территории заведения Камеры могут показаться простыми, но находясь на высоте 12 с лишним метров Они могут прочесть циферблат на наручных часах и серийный номер на долларовой банкноте Учитывая то, что тысяча камер ведет круглосуточное наблюдение Одному человеку потребуется почти три года для того, чтобы просмотреть все записи, сделанные в казино «Аладдин» за один лишь день В режиме реального времени отследить все просто невозможно Но для тех, кто знает, на что смотреть Пленки могут оказаться серьезным подспорьем в распознавании Шулера Ставки уже запретили, а он подталкивает к ней фишки, чтобы ее запутать Ставок больше нет, но он делает ставку На самом деле это было слишком явно Но он находит и гораздо более тонкое жульничество в этой партии Блэк Джека Этот мужчина сгибает карты, чтобы пометить их и получить несправедливое преимущество перед заведением Этот человек сгибает большего достоинства Вот здесь Сгибание карт в игровом зале преступления Казино объявляет это жульничеством и изгоняет любого, кого заметят при этом Вот здесь Это расценивается как действие, меняющее исход игры Казино не любит тех, кто делает это на его территории В этой игре в кости все кажется нормальным До внимательного просмотра пленки Вот эта сцена А вот и жертва Теперь смотрите на его руки Мы видим, как женщина тянется под его рукой, когда он смотрит в другую сторону и забирает фишки Готово Это он Сегодня Билл следит за игроком в Блэк Джек, который выигрывает снова и снова Наблюдайте за ним Ого, у него двойные карты Он из шулеров Группа наблюдения подозревает, что он может быть одним из тех, кого они называют нежелательными лицами Технически нежелательные лица не жульничают Но поскольку они пытаются победить систему, казино запрещают им играть, как только их вычислят Если этот человек один из тех, то возможно он когда-то уже попадал на пленку Пейджу необходимо быстро отыскать его, поэтому он обращается к программе распознавания лиц Посмотрим, есть ли он в нашей базе данных Мы выводим покадровое изображение его лица на монитор и закачиваем эту информацию в программу Для того, чтобы фотография сработала, ему нужно просто найти правильный угол и освещение На лице человека есть 80 первичных точек замера Компьютер описывает лицо, выстраивая эти точки и замеряя разницу между его чертами Взятые вместе, эти точки создают уникальный цифровой код, называемый отпечатком лица Компьютер сравнивает отпечаток лица подозреваемого с базой данных нежелательных лиц из казино по всему миру Но окончательное решение принимает человек Это он, этот парень Хорошее совпадение На сей раз подозреваемый — это актер, тестирующий систему Но программа распознавания лиц помогает группе Пейджа выявлять нежелательных лиц раз или два в неделю Когда мы ловим кого-то на чем-то незаконном или необычном Это большое событие, потому что мы нашли что-то, что может защитить нашу собственность Мы очень серьезно относимся к этому Подобная система распознавания лиц все еще основывается на высококачественных снимках А решение принимается человеком Но в случае с бомбами в Лондоне, даже если бы фотографии террористов и были в базе данных Следователи вряд ли нашли бы их Изображения были слишком размыты или сняты со странных углов Однако ученые уже разрабатывают новую систему слежения Которая поднимет распознавание лиц на новую ступень Трехмерное изображение, связанное со спутником Эта технология может помочь найти кого угодно, где угодно на нашей планете Сложность для будущих систем слежения заключается не просто в том, Чтобы отыскать лицо в толпе Но узнать одного единственного человека, где бы он ни находился Эта лаборатория работает над следующим Исключительно важным шагом в этой технологии Гигантский купол использует программу трехмерного распознавания лиц Для опознавания человека практически с любого угла зрения Полиция уверена, что записи камер теленаблюдения покажут, как они планировали свое нападение Для того, чтобы найти подозреваемых в организации взрывов в Лондоне Следователям пришлось просмотреть десятки тысяч видеокассет Они ограничили поиск временем и пространством И в конечном итоге нашли кадры с подозреваемыми Плохого качества Обычный прохожий на них бы и не оглянулся Но эксперты по распознаванию лиц, такие как Ганс Питер, Фистер Знают, что в будущем им могут помочь более продвинутые системы Просто смотрите в камеру, она сделает несколько снимков вашего лица Фистер знает ограничения стандартной двухмерной системы распознавания лиц Пусть она и может опознать человека под небольшой маскировкой Узнать его сбоку, она не в состоянии Он проверяет ее работу Очки не мешают распознаванию Она справляется и с усами И с накладными волосами И даже с бородой Но если человек просто повернет голову Компьютер не узнает его Потому что больше не может измерить расстояние между чертами его лица Фистер надеется, что его трехмерная система Научит компьютер тому, как выглядит лицо со всех углов Он должен поместить своего испытуемого абсолютно точно Чтобы картинка получалась идеальной Вместе камеры создают сборное изображение Свыше 64 тысяч отдельных точек составляют полное лицо Это готовый трехмерный образ, который называется аватарой Фистер может повернуть его в анфас, чтобы проверить изображение в базе данных Он надеется, что когда-нибудь любого преступника можно будет узнать с любого угла зрения Трехмерная система распознавания Многообещающий помощник в будущих расследованиях дел Подобных лондонским взрывам Когда камеры системы безопасности делают снимки сбоку Этот новый метод может быть совмещен с умными камерами Которые на самом деле находят лица и пропускают их через систему проверки Главная задача для технологии слежения Находить людей до того, как они нанесли какой-либо вред И еще одна лаборатория дает нам возможность взглянуть одним глазком на систему, которая это может Отправляемся в Бостон В лаборатории Массачусетса ученые охотятся за преступниками Из штаб-квартиры ФБР прибывает плакат с изображением разыскиваемых преступников Имя разыскиваемого — Томас О'Коннор Томас, вот наш парень О'Коннор совершил банковское мошенничество, присвоив сотни миллионов долларов из банков по всему миру Они вводят фото О'Коннора в базу данных распознавания лиц С помощью программы распознавания, связанной с миллионами веб-камер на улицах и зданиях по всему миру Начинается всеобщая охота Отправляемся в Токио В каждом городе правительственные веб-камеры просматривают улицы в поисках совпадения Лондон Торонто Они узнают, что О'Коннор только что прибыл в Соединенные Штаты через Нью-Йорк Каждое здание в городе просматривается в трех измерениях, позволяя представить общий план Давайте проверим другие банки Банковские камеры Они запрашивают у компьютера местонахождение каждого банка в Нью-Йорке Думаю, нам надо сосредоточиться на одном районе Они прочесывают Таймс-сквер, но не находят никаких признаков у Коннора За ним следует финансовый район Я возьму этот Да он вообще-то великоват Стоит посмотреть все камеры Тысячи веб-камер обшаривают территорию в поисках у Коннора И, наконец, удача улыбается Датчик срабатывает Камера замечает у Коннора в коридоре банковского здания Он прошел здесь всего несколько секунд назад Они нашли его лицо среди миллионов других С поста управления они направляют патрульное подразделение на место И производят арест Этот пост вымышленный Но все эти технологии уже существуют на самом деле Их просто еще не собрали вместе Пока И когда это случится Незамаскированное лицо практически невозможно будет не распознать Несмотря на то, что технология распознавания лиц продвигается вперед Будущее слежение Не только в определении того, как вы выглядите внешне Оно уже в вашем теле Шпионе не за вами А в вас Это обеспечивает усиленную безопасность На одних из самых незащищенных границ мира Аэропорты Перекрестки, по которым проходят миллиарды человек И одни из самых уязвимых мест для нападения Здесь техника слежения играет важнейшую роль А когда дело касается защиты границ Глаза самое главное Распознавание радужки Математическая система, в которой для опознавания человека используется окрашенная часть глаза Обычные паспорта можно подделать Но даже в глазу у близнеца Вашей точной копии Или даже у вашего второго глаза Есть собственный уникальный рисунок Радужка — единственный внутренний орган Который можно легко увидеть снаружи И рисунок на ней никогда не меняется Поэтому она служит идеальным живым паспортом Установление личности по радужке в 10 раз точнее, чем по отпечаткам пальцев И гораздо более надежное опознавательное средство, чем лица Очень легко подумать, что рядом с портретом президента США Портрет вице-президента Но на самом деле глаза, нос и рот Дика Чейни Были скопированы с лица Буша И переставлены на его лицо Между ними нет большой разницы Лица не очень сильно разнятся друг от друга Если бы лица различались так же, как радужки То на лицах было бы разное количество носов Скажем, 6 носов и 5 ртов И 3 глаза в разных местах Тогда бы распознание лиц работало бы очень хорошо Профессор Кембриджского университета Джон Даугман Изобрел систему распознавания по радужке Высокая степень различия в рисунке радужки Делает метод Даугмана столь надежным Его математические формулы Уже помогают выслеживать людей На уязвимых государственных границах Несколько аэропортов США Уже ввели у себя систему распознавания радужки Но более всего Им пользуются Объединенные Арабские Эмираты В каждом таможенном порту страны Применяется сканирование радужки Включая главный аэропорт в Дубае ОАЭ полагаются на эту систему Для поимки людей, которые пытаются Незаконно проникнуть в страну 80% живущих в Объединенных Арабских Эмиратах Прибывшие из-за рубежа Для того, чтобы контролировать Людской поток всех обладателей Зарубежные визы проверяют По списку нежелательных иммигрантов База данных, в которой содержится информация О 500 тысячах преступниках И нарушителях визового режима Каждый день страна проверяет Около 7 тысяч человек Сперва сканер посылает невидимый Инфракрасный луч в глаз проверяемого Чтобы найти и выделить радужку За секунду он сверяет его код С полумиллионом других кодов Из базы данных И ищет совпадения Сегодня инспектор Ибрихам Сталкивается с проблемой Человеком, который только что Прибыл из Ирана Менее чем за секунду Компьютер проводит полмиллиона сравнений И сообщает, что рисунок этого глаза Совпадает с кодом радужки Из базы данных Они нашли его Он больше не может приезжать В Объединенные Арабские Эмираты Этот запрет навсегда Этот человек попал в черный список Потому что однажды пытался попасть В страну без визы На сей раз его предало собственное тело На следующем рейсе Он вернется в Иран Система уже поймала Более 25 тысяч человек Которые пытались нелегально проникнуть в страну Сканер сетчатки определяет нашу личность Вглядываясь в наши тела Но существует новая технология слежения Которая позволяет видеть нас насквозь Словно при виртуальном обыске с раздеванием Это называется обратное рассеивание Здесь мы видим женщину Почти обнаженной За исключением пластиковых Пистолетового пистолета и взрывного устройства Спрятанных на ее теле Когда эту технологию На некоторое время ввели в аэропорте Орландо, штат Флорида Она подняла вопросы о конфиденциальности Личной жизни И вызвала шумные протесты в прессе Изготовители устройств обратного рассеивания Работают над способом спрятать человеческое тело А до тех пор правительство Приостановило использование этой технологии Но обратное рассеивание Уже может больше, нежели проверка человека Этот фургон без опознавательных знаков Просматривает всю стоянку машин Обратное рассеивание дает возможность Заглянуть внутрь припаркованных машин Эта технология может видеть сквозь металл И показывать органические соединения Такие, как эта пластиковая взрывчатка После взрывов в Лондоне Следователи оцепили территорию На которой террористы припарковали свою машину Открыв багажник Они нашли нечто впечатляющее Установленные на границах стран По всему миру устройства Обратного рассеивания Мощное оружие против контрабандистов В одно мгновение он отыскивает такие вещи Поиски которых заняли бы у пограничника часы При проверке обычными рентгеновскими лучами Этот грузовик, груженный фруктами Не содержит ничего подозрительного Но обратное рассеивание выявляет героин Обратное рассеивание работает примерно так же, как и рентген Но выявляет то, что обычный рентген пропускает Грузовик с бананами на гватемальской границе Не то, чем он кажется Здесь ясно видно нелегальных мигрантов Которые съежились под фруктами Устройство обратного рассеивания Выстреливает лучи быстрых частиц в объект И они проходят через плотные предметы Такие, как металл Но отражаются и отбрасываются назад Когда сталкиваются с такими предметами Низкой плотности, как, например, бананы Или люди То, как частицы света отражаются обратно Показывает форму объекта О которой они ударились Пусть даже новые технологии становятся агрессивными Они обеспечивают большую степень безопасности Там, где это необходимо более всего Но следующая задача слежения Осмотр целого города Миллионы людей Тысячи мест С такими мощными технологиями Которые могут видеть даже то, чего им видеть не предполагалось 27 августа 2004 Тысячи людей выходят на улицы Чтобы выразить свой протест Против национального съезда республиканской партии Музыкальный продюсер Джефф Роснер Расположился на 16 этаже В своем пентхаусе Над ним нет ничего, кроме ночного неба Вокруг только круглая терраса И панорамный обзор города Сегодня ночью у него свидание Это была субботняя ночь Ко мне приехала подруга Мы выпили пару бокалов вина Включили музыку Мы просто проводили вместе время И наслаждались вечером Через несколько минут Роснер и его девушка вышли на террасу Как и во все другие ночи Роснер думал, что здесь снаружи Кроме них нет никого Моя терраса полностью закрыта Это 16 этаж Вокруг нет других зданий В смысле, если я там наверху в темноте То вы не можете меня увидеть Но в этот вечер Роснер и его подруга не одни И они вот-вот столкнутся Лицом к лицу с будущим В 16 километрах от них Уникальная машина поднимается в воздух На ночное патрулирование Из этого надежного места Авиационная группа Департамента полиции Нью-Йорка Может превратить ночь в день Их задача — видеть в темноте И находить все необычное, что происходит в Нью-Йорке Этот вертолет без опознавательных знаков Белл 412ЕП Стоимостью в 10 миллионов долларов Оснащен самым совершенным Инфракрасным оборудованием Эта камера позволяет им Патрулировать Манхэттен С высоты в сотни метров В ночном небе И не быть замеченными В год группа под командованием Заместителя инспектора Галуччи Совершает более 9 тысяч полетов Отслеживая преступления Террористическую деятельность И любые другие беспорядки Мы осуществляем довольно много слежки Круглые сутки Мы ищем все, что может показаться нам необычным Любые нестандартные обстоятельства В уязвимых местах При скорости более 130 узлов в час Им требуется всего несколько минут Чтобы преодолеть 16 километров Отделяющие их от города Группа наблюдения движется через Бруклин Отслеживая свое продвижение по картам Которые строятся в режиме реального времени Затем, приблизившись к Нью-Йоркской гавани Они переключаются на инфракрасную камеру И проникают взглядом в невидимый мир Все, что использует энергию Машина, человек, даже кубик льда Выделяет тепло в виде мелких частиц света Но большинство из них несет так мало энергии Что они не видны невооруженным глазом Со специально сконструированной консоли в хвосте вертолета Они следят за проходящим в сотнях метров Под ними паромом Стейтен Айланд Их последняя остановка на пути к Манхэттену Бруклинский мост Они могут получить изображение крупным планом Находясь в более чем 6 километрах от нужного места Бортовой компьютер позволяет группе Заложить требуемую территорию Например, Тайм-Сквер В систему, оснащенную GPS За несколько секунд Они оказываются над целью От полетов над Манхэттеном не устаешь никогда Это восхитительный вид Но мы всегда должны помнить, что мы здесь с определенной целью Это не развлекательный полет для туристов Каждое тело излучает тепло И вертолет слежения может выследить человека Среди тысяч других, находящихся на расстоянии Нескольких десятков сантиметров от него И человек обычно об этом и не подозревает Вечером 27 августа Далеко внизу, под апартаментами Джосефа Ростера Продолжается марш протеста И вертолет Нью-Йоркского полицейского департамента С инфракрасной камерой наблюдает за происходящим Мы просто наблюдали за ситуацией, чтобы проконтролировать ее И в нашу работу также входит проверка крыш Чтобы убедиться в том, что ничего необычного наверху зданий Вокруг маршрута протеста не происходит Вертолет сканирует окрестности в поисках беспорядков А тем временем у Ростера продолжается отличное свидание Это был действительно особый вечер с этой женщиной Это была просто восхитительная ночь Полиция записывает изображение крыши за крышей Никаких признаков проблем Но вдруг в поле зрения попадает нечто необычное Когда вертолет зависает над крышей Ростера Его камера находит двух людей, явно не заинтересованных протестом Однако камера не уходит от крыши и продолжает запись На протяжении почти четырех минут Проходит несколько месяцев В дверь Ростера стучит обозреватель новостей с местного телевидения И показывает ему этот материал Ростер расшеломлен Это очень меня рассердило И я подумал, это неправильно Это действительно очень плохо Я рад, что эта технология существует и может защитить меня Но я огорчен тем, что такую отличную вещь можно использовать в дурных целях И еще тем, что это случилось на самом деле И тем, что это я оказался в их поле зрения Это как будто «Эй, приятель, сделай одолжение, выключи камеру, убери ее от меня» Вы представляете, это моя жизнь, моя ночь «Вас здесь быть не должно, не надо лезть ко мне» Для Ростера это злоупотребление технологии и слежения Но полиция не согласна с ним Вторжение в чью-то личную жизнь никогда не входит в наши намерения Суть в том, что полиция выполняет свою работу, пытаясь защитить граждан Если кто-то считает это нарушением их прав и свобод, то пусть знает, что жизнь изменилась Это мир после 11 сентября, и теперь порядок в стране должен обеспечиваться так Когда снятый материал запустили в эфир Некоторые сочли это вторжением в личную жизнь Ростера и его девушки Но учитывая то, что технологии становятся все более совершенными Это только начало Инструменты слежения уже вышли за рамки инфракрасных камер И наблюдают за нами не только полиция Правительство, органы правопорядка и корпорации используют наши собственные привычные вещи, чтобы записывать наши действия Сотовые телефоны могут отслеживать наши передвижения через линии электропередач и спутники Сотовые телефоны физически следят за нами Они лежат в наших карманах и рисуют маленькую карту того, где мы были и куда идем Почти все технологии, которые мы используем От электронного ключа в дверях Досканирование в системе легкого проезда при оплате пошлин на дорогах и мостах В интернет-браузере в наших компьютерах Оставляют за нами электронный след У нас есть устройства и системы оплаты, которые оставляют за собой тонкий след Как за реактивным лайнером И слежение 21 века подразумевает их нахождение и преследование нас по нашим же следам Или даже прыжок вперед и предсказание того, где мы будем еще до того, как попадем туда С помощью метода, известного как добыча данных, разные компании и правительства вводят эти маленькие детали о нашей каждодневной жизни в огромные банки данных В какую школу вы ходили? Что покупали вчера? Что вас беспокоит? Сколько вы скопили для пенсии? Даже то, где прячутся ваши демоны? Эти и еще множество других вещей доступны тем, кто знает, как смотреть Вместо одного большого секрета, который мы не хотим раскрывать Миллионы крохотных кусочков информации собираются, чтобы составить наше цифровое изображение Очень определенный, очень точный, очень предсказуемый Люди очень предсказуемы Если вы знаете, где я был в 3.15 после обеда последние 250 дней То можно очень точно угадать, где я буду в 3.15 завтра после обеда И если вы знаете, где я буду завтра в 3.15, то вы можете сделать практически что угодно Технологии слежения уже повсюду Но, возможно, самое совершенное устройство будет смотреть за нами не снаружи Оно будет внутри наших тел И сможет сообщать не только то, кто мы такие Но и все, что мы делаем Будущее слежение скрыто в неприметном местечке в клубе Бая Бич в Роттердаме, Голландия Это похоже на обычную вечеринку, но это не простой клуб В Бая есть элитная группа VIP-клиентов Отличная от всех остальных посетителей Им не требуется ни удостоверения личности Ни денег, чтобы платить за напитки или еду Все, что им нужно для того, чтобы войти, поднять руку и поднести ее к сканеру Сегодня вечером к ним присоединится Риони Шоутен 21 года Это более удобно Там сами приносят вам напитки и еду, и вам не нужно ходить за ними в бар Но прежде чем он сможет попасть на вечеринку Риони должен заглянуть к врачу В его руку должны имплантировать электронный чип Это называется радиочастотная идентификация РЧИ-чип — крохотное устройство, которое передает радиосигнал, считываемый сканером В 2003 году генеральному прокурору Мехико и некоторым из его служащих Был имплантирован РЧИ-чип, чтобы обеспечить им доступ в закрытые зоны И хотя это не широко распространенная практика Доктор Риони уже установил почти сотню чипов Сперва я, конечно, немного сомневался Потому что в этом случае вы вводите чип в здоровых молодых людей Но, думаю, будущее за этим У каждого из крохотных чипов есть свой номер Сканер соединен с базой данных, которая может мгновенно определить, кем является этот человек И много большее Технически объем информации, которую может вмещать база данных, не ограничен Это игла, с помощью которой я введу чип Сам чип чуть больше рисового зернышка Он останется в теле Риони до конца его жизни Или до тех пор, пока он его не извлечет Перед процедурой требуется обезболивание Чип имплантируется на глубину всего нескольких миллиметров под кожу Если он окажется слишком близко к мышце, та может повредиться И при движении Риони будет чувствовать чип Если все пройдет хорошо, то он даже не будет знать, что чип внутри Несколько секунд и операция завершена Можно отправляться на вечеринку Другие посетители платят при входе Но когда появляется Риони Его имя и номер тотчас же указывают на его вип-членство в этом клубе Он проходит в вип-зал и с помощью имплантанта покупает себе напиток Клуб Бая Взгляд в не очень уж и отдаленное будущее Некоторым людям уже имплантированы чипы с основной информацией об их здоровье Есть те, кто полагает, что вскоре все обзаведутся чипами личности Что приведет к новой форме слежения Джо Ван Галлен, глава клуба И ему нравится наблюдать за всеми В особенности за клиентами вип с имплантированными чипами По-моему, лет через 20 это будет обычным делом Думаю, чип будут получать при рождении И он будет оставаться в теле до конца жизни И на нем будет разного рода информация Так что, если у вас возникает проблема Они считают чип и будут знать, кто вы такой Имплантированные чипы личности могут быть только началом В будущем чипы могут быть объединены с навигационной системой GPS И тогда можно будет найти кого угодно и где угодно В любое время Родители и владельцы домашних животных Уже используют внешние устройства GPS Чтобы находить своих любимых детей и зверушек В США примерно за семью с половиной тысячами преступников Следят с помощью GPS И эти приборы становятся все меньше И пусть имплантантов GPS еще не существует Это может быть лишь вопросом времени Когда каждый преступник, возможно, и даже каждый гражданин страны Получит чип личности Когда-то эти технологии слежения упоминались лишь в научной фантастике Но теперь они становятся реальностью Но чем более удивительными они становятся Тем больше вызывают разногласий Во имя безопасности общества по всему миру Стараются перекроить границы между надзором и личной жизнью Биль, который находится передо мной Поможет органам правопорядка распознавать Срывать и разрушать планы террористов И карать их до того, как они нанесли удар Всего через несколько месяцев после событий 11 сентября Президент Буш тайным указом дал властям право Прослушивать некоторые звонки по Америке Без получения специальных санкций Технически шпионаж через средства связи не так и сложен Почти каждый телефонный звонок, факс и электронное письмо Проходит через сеть линий электропередачи спутников Эти цифровые данные могут быть перехвачены Подслушивающими устройствами или спутниками-шпионами Одни только Соединенные Штаты имеют по всему миру Более 30 тысяч устройств для перехвата сообщений Которые работают с по меньшей мере сотней спутников-шпионов Каждые три минуты они собирают достаточной информации Чтобы заполнить библиотеку Конгресса Правительства говорят, что эти технологии Обеспечивают нашу безопасность Но куда ведет все это? Более чем когда-либо власти говорят, что нам необходимо слежение В этом опасном мире, где действуют тайные механизмы Но ведь даже полмиллиона камер не спасли Лондон от взрывов Новые технологии, такие как имплантанты личности Сканирование сетчатки глаза и распознавание лиц Могут отыскать кого угодно из тех, кто совершил преступление Или нелегально пересек границу Но они же могут вмешаться в нашу частную жизнь В будущем мире тотального надзора может оказаться, что спрятаться нам негде ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА